Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете уже 12 недели. Да, я сама не могу поверить в то, что прошло уже 3 месяца, и казалось бы, уже весь мой процесс должен был завершиться, потому что весь этот курс был рассчитан на 3 месяца, но из-за того, что у меня переносились некоторые массажи, у меня еще осталось 3 массажа, по-моему, они у меня должны закончиться как раз на этой неделе, и я решила, что на следующей неделе я уже сделаю финальное видео, расскажу вам о своих результатах в целом, покажу вам фотографии до и после уже подготовлю для вас, все свои замеры подготовлю, покажу, в общем-то, все свои результаты. Сегодня же я решила сделать такое видео, которое подытожит абсолютно все, что было сделано, и вот если я могу выдавить какую-то эссенцию из всего, что было на протяжении этих 3 месяцев, то я бы хотела все это выдавить как бы вот именно в это видео. По традиции скажу, если вы не следите за этими видео, если это первое, которое вы смотрите, у меня на канале есть целый плейлист, в течение 3 месяцев я еженедельно отчитывалась о своей работе с массажистом и с диетологом, именно с ее помощью я и достигла тех результатов, о которых сегодня буду рассказывать, ее контакты, как обычно, я в описании оставляю, кому интересно, тоже можете к ней обращаться. Итак, что касается конкретно прошлой недели, я вам всем сказала, что уже удивлять я вас чем-то сильно не буду, потому что худеть мне уже как бы хватит, теперь остается только поддерживать то, что у меня есть, но на самом деле за эту неделю я таки еще похудела, в основном, мне кажется, это было связано с каким-то стрессом, потому что прошлая неделя была очень стрессовая для меня, кто меня фолловит с намчать, тот знает, о чем я говорю. Вот, и в итоге сейчас мой вес составляет 57,7, то есть я за все время диеты похудела на практически 6 килограммов. Это довольно много, 57,7 при росте 175 сантиметров, в принципе, я считаю, это уже достаточно маленький вес. И да, вот на этом этапе я уже 100% знаю, сейчас моя диета заканчивается, я уже буду переходить в следующий этап, где мне Настя, мой диетолог, расскажет, как мне нужно правильно питаться, чтобы дальше не худеть, а именно поддерживать вот этот вот вес, не поправляется и, в общем-то, вот так вот уже по жизни идти. И что касается веса, это я вам, в принципе, рассказала, давайте я вам сейчас попробую рассказать про эту диету в целом, то есть если вот вы смотрели эти видео и не сделали каких-то конкретных самых главных выводов, то я о них сегодня хочу рассказать. Первое, самое главное, это питание. Мне было очень сложно перестроить свои привычки в питании. Во-первых, по этой системе нужно питаться 5 раз в день. Для меня это было сначала вообще вынос мозга, потому что изначально до этой диеты я кушала, может, 2 раза в день вот так полноценную еду. С утра, сколько я себя помню, я всегда ела что-то легкое на завтрак, какой-то бутерброд с чаем, я не знаю, ну что-то вот такое вот максимально легкое. И потом до обеда я могла вообще ничего не есть, могла и не пообедать, и потом как бы нажраться уже на ужин, как обычно, кстати, все и в основном и делают. Здесь же сломался в этой диете, это даже не диета, а это именно режим питания. В этом режиме питания у меня сломался самый главный стереотип, что для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть или нужно голодать. Я вообще за 3 месяца ни разу не голодала, ни разу у меня не было ощущения, что я хочу вот есть, а мне нельзя, потому что я кушала 5 раз в день, и этого было вот так вот достаточно, чтобы постоянно чувствовать себя сытым человеком. И при этом я однозначно уверена, что если вы сейчас думаете о том, что если хотите похудеть, нужно меньше есть и нужно голодать, нужно там после 6 не есть и так далее и тому подобное, все это чушь собачья. Просто нужно есть регулярно, маленькими порциями. Идеальным считается прием пищи 5 раз в день, небольшими порциями. И что еще очень важно, и что тоже для меня было очень сложным, это переместить углеводы, сложные углеводы на первую половину дня и на вторую половину дня больше концентрироваться на жирах и белках. О чем, собственно, это уже говорит, это о том, что с утра обязательно первый прием пищи это каша. И каша это не обязательно овсянка, это не обязательно, не знаю, какая-то разводня, там какая-то каша, любая, которая вам хочется в тот день. Гречневая, ячневая, пшеничная, рисовая, любая, абсолютно, какую вы хотите, такую вы и кушаете. Но самое главное, что с утра нужно съесть кашу. Для меня это было очень сложно. Я себя изначально заставляла, потом где-то через месяц я поняла, что я уже настолько перестроилась, что мне уже с утра очень сильно хочется кушать. До этого с утра я всегда просыпалась, у меня было такое состояние, что мне вообще ничего не хотелось. У меня было такое, попью там чай и все, и как бы и хватит. А сейчас каждое утро я просыпаюсь, я чувствую реальный голод, что мне хочется кушать. И на вечер тоже для меня это было очень сложно отказаться опять-таки от каш, от каких-то углеводов. То есть вечером я ем мясо с каким-то салатом, вот именно вот так вот. Для меня опять-таки было довольно привычным всю жизнь на ужин кушать какой-то гарнир. Либо это каша, либо это картошка в каком-то виде. Ну, в любом случае гарнир какой-то должен был быть у меня вечером. Здесь же я перестроилась, что я ем мясо. В основном это курица или индюшка, потому что я не ем красное мясо, но это связано с конкретно моими проблемами со здоровьем. Если вам можно кушать красное мясо, вы можете и красное мясо кушать на ужин. Но главное с ужина убрать углеводы. И опять-таки не наедаться на ночь. То есть как пятый прием пищи вы кушаете мясо с каким-то салатиком, к примеру. И ложиться спать в идеале лучше через три часа после того, как вы покушаете. Я, откровенно говоря, зачастую не выполняла это правило. То есть я ложилась спать бывало и сразу, бывало через час. Чаще всего где-то это часа полтора, ну максимум два. Вот так вот где-то я ложилась спать. В общем-то да, с питанием это конкретно перевернуло вообще все мое понимание, все мои привычки. И я рада, что я вот так вот перестроилась, потому что мне намного легче. У меня перестало, я перестала ощущать сдутие живота, тяжесть в желудке. Вот эти вот все симптомы такие неприятные, когда чувствуешь, что у тебя что-то там происходит в животе. Вообще нет. Вот абсолютная легкость, комфорт. Вот абсолютно я не чувствую ничего, что вот как бы в районе живота происходит. И это меня безумно радует. Что еще? Вода. Да, вода это тоже очень важный аспект. Как бы я не пыталась доказать, что вода это то же самое, что соки, что кофе, что чай, что самое главное просто жидкость какую-то принимать. Нет, это неправда. Я с этим столкнулась в лоб в лоб и убедилась, что очень важно все-таки пить воду. И еще что очень важно, это выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. Особенно, особенно я заметила, что это важно с утра. Во-первых, когда вы пьете воду, вы вымываете лишний там желудочный сок. И в то же время, когда вода уже запрасывается, желудок уже начинает как-то активизироваться. То есть уже начинает себя готовить к тому, что сейчас ему чего-то там поступит. Надо будет работать, это все переваривать. И также еще очень важно не пить вообще ничего 40 минут после того, как вы покушаете. Опять-таки это связано с тем, чтобы не размывать желудочный сок как раз-таки на этом этапе, чтобы концентрация его была достаточно высокая и чтобы не попадала в кишечник непереваренная еда. Или недостаточно переваренная еда. По сути, как бы за все эти три месяца я не столкнулась ни с чем вообще непреодолимым. Для меня не было ничего такого слишком сложного, чего бы я не могла ввести как бы в свою повседневную жизнь. Единственное, конечно, добавилось то, что я сама начала больше уделять внимание готовке. Потому что раньше я могла там купить какой-то сникерс, и этот сникерс съесть с кофе, и нормально мне было. Сейчас я понимаю, что чем меньше я употребляю готового, особенно это касается готовой еды, готовых сладостей в первую очередь, и всяких разных вредных продуктов. Вы все знаете, о чем я говорю. Вредные продукты, вы их знаете, вы их каждый день видите, но вы их осознанно покупаете, зная, что они вредные. Это и майонезы, и кетчупы, и всякие чипсы, и разная расфасованная готовая еда, и разные сладости расфасованные, включая и шоколадки, и печенье. В общем-то, вы все знаете, что это ничего хорошего не сделает вашему организму, но мы это все осознанно покупаем, потому что это намного проще, чем самому приготовить. Но в то же время, я за вот эти три месяца поняла для себя, что готовить какие-то, к примеру, десерты, не так и сложно вообще. В принципе, на это не нужно настолько много времени, насколько я думала. Я за эти три месяца начала готовить сама полностью. Вот ни разу я ничего не покупала из магазина сладкого. Я каждую неделю рассказывала какие-то свои рецепты, и вот у меня не было ни разу даже тяги к тому, чтобы пойти и купить какой-то там сникерс или какую-то булочку, потому что чем дальше я ела собственноручно приготовленные десерты, тем больше они мне нравились, и тем меньше мне даже хотелось пойти и где-то там на стороне что-то покушать. И в целом за время этой диеты я не ощущала какой-то бешеной нехватки в чем-то. Единственное, почему я так относительно сильно скучала, это по картошке. По этой схеме питания картошку кушать вообще не рекомендуется, то есть три месяца вообще мы ее не едим. Дальше я не знаю, как Настя разрешит, не разрешит. Я там с ней по этому поводу поговорю, как ее лучше кушать. Но вот картошки мне реально не хватало, я очень люблю жареную картошку. Ну в принципе я ее в любом виде люблю, и печеную, и жареную, и пюре, и в общем-то в любом виде я ее люблю, и мне ее реально не хватало. Но для этого как раз-таки были придуманы разгрузочные дни, которые на самом деле как загрузочные дни, когда можно кушать все, что тебе хочется. Такие дни можно позволить себе раз в две недели. И тоже по идеальной как бы схеме изначально после разгрузочного дня вы довольно сильно набираете в весе, а потом чем дальше и дальше и дальше, тем больше вы можете себе позволять отклоняться немножко от диеты, но в то же время это вообще никак не влияет ни на ваше самочувствие, ни на ваш вес, ни на то, как вы выглядите, в общем-то вообще никак ни на что не влияет. И сейчас я вот заметила, что в последнее время я довольно частенько разрешала себе отходить немножко от этой диеты, то я там на суше схожу, то я где-то там лишний какой-то кусочек себе позволю. То есть с одной стороны кажется это довольно безобидные такие вещи, но когда ваш организм забитый, да, вот всей вот этой вот едой, которую вы едите обычно, то каждое вот такое вот отклонение, оно очень сильный регресс дает. А когда вы идете по правильной такой уже протоптанной дорожке, то где бы вы отклонение какое-то не сделали, вам потом легко все равно вернуться на путь истинный, скажем так. И это, наверное, все такие самые главные фундаментальные основы, о которых я хотела вам рассказать. То есть если совсем это все сжать в маленький такой клубочек, самое главное, пейте воду, пейте воду за 30 минут до еды, не пейте ничего в течение 40 минут после еды, питайтесь 5 раз в день, кушайте то, что вы хотите, до того состояния, когда вы уже чувствуете, что вы наелись, но еще не переели. Если конкретно без какого-то продукта или какого-то вида еды вы вообще не представляете свою жизнь, как я, например, без сладкого, найдите способ ввести это в вашу диету. Конечно, в идеале лучше всего вот такие вот слабости позволяют себе в первой половине дня, а не во второй половине дня. И да, углеводы, сложные углеводы оставляем на первую половину дня, и на вторую половину дня мы уже оставляем жиры и белки в основном. На этом, наверное, я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал и обязательно возвращайтесь через неделю, чтобы оценить все мои результаты, всех моих стараний. Надеюсь, они вас вдохновят. И я надеюсь, что вы также, если вы хотите прийти к тому, чтобы исправить свой режим питания, может быть, немножко там сбросить вес, набрать форму, то я думаю, что вам это будет очень полезно. А сейчас я с вами буду прощаться. Пока! И я тоже, конечно, очень сильно люблю оливьешку, но все-таки хочется немножко как-то разнообразить. Тем более, последние несколько месяцев я работаю с диетологом и очень прониклась темой правильного питания. Когда у тебя появляются уже какие-то морщины, и ты сталкиваешься с проблемой того, что нужно уже их как-то, наверное, решать, уже нельзя полагаться только на природу, на естественный коллаген.